Вы понимаете, что это силы, которые обеспечивают там интересы западного мирового порядка. То есть это силы, которые выполняют те задачи, которые перед ними ставятся западом. Неужели вы думаете, что если бы на секунду возникла бы проблема по нахождению этих сил в Сирии, что Соединенные Штаты, допустим, столкнулись с тем, что им эти силы там, ВКС, не нужны, то там просто колоссальная диспропорция между возможностями Соединенных Штатов и их союзников. Это буквально сотни суперсовременных самолетов с колоссальной системой поддержки обеспечения структурами, которые обеспечивают и боепитание, и, так сказать, горючее, аэродромы подскока, вот, зенитное оружие и так далее, и так далее. Космический контроль, спутниковый контроль, вот. И, с другой стороны, около полусотни старых самолетов и вертолетов. Тут просто обсуждать это смешно. Они годятся для того, чтобы разбивать вдребезги сирийские госпитали. Больше они ни на что не годятся. Вот. Но в любой момент, когда Соединенным Штатам понадобится, чтобы Россия оттуда ушла, дело в том, что первоначально вообще Россию туда втянули Соединенные Штаты для того, чтобы организовать давление на Турцию. Идея была такая, то есть использовать Россию в качестве антитурецкой силы, создать там факт неприемлемого давления, вызвать тяжелую политическую ситуацию в Турции, как последствия конфронтации с Россией, и сменить Эрдогана. То есть уничтожить этот режим, который пугает Запад тем, что он исламский, а значит бросает вызов Западу. Все исламское для Запада бросает ему вызов. Вот. Эрдоган бросает вызов. Поэтому задача была спровоцировать на конфликт и похоронить этот режим политически. Но Эрдоган обыграл американцев. То есть он сделал, так сказать, ряд шагов, в результате которых он снял этот конфликт. Причем речь идет не только о извинении за самолет, но и само сбитие этого самолета. То есть жесткая акция по отношению к России, которая показала, что конфронтация будет не на жизнь, а на смерть, что это нешуточная конфронтация. А потом, после того, как, так сказать, это вызвало крайне неудобное, крайне, так сказать, негативное впечатление в Кремле, после этого извинения, которые были приняты с радостью, которые в противном случае, возможно, и не были бы приняты, если бы не было такого жесткого акта в начале, то есть если бы не было в начале вот этого вот уничтожения Су-24. То есть Эрдоган сыграл очень четко, очень как бы ювелирно, как по нотам. В итоге он разрядил обстановку, он снял прямую конфронтацию, угрозу прямой конфронтации с Россией, а там дальше уже действует масса договоренностей, членство в НАТО, так сказать, невозможность силами НАТО организовать прямое давление. Россия чем интересна? Что она позирует в качестве антинатовской страны и дают возможность говорить о том, что она встала с колен, чтобы использовать ее как пугалку для европейских стран. Она антинатовская, поэтому она может бросать вызов НАТОвской стране Турции. И она бросает этот вызов. Но в итоге этот вызов провисает в воздухе и сменяется дружбой. А НАТО-то само не может развивать тему конфронтации с Турцией, поскольку Турция его часть именальна. Вот в чем дело. В итоге американцы действительно попали в дурацкую ситуацию с Эрдоганом. Они не знают, что с ним делать. И абсолютно они не желают присутствия турецких войск в Сирии. Но а как быть? Их же нельзя бомбить. Это же НАТОвские войска. Нельзя дать отмашку, чтобы их Россия бомбила. Это же абсолютно нереально. Во всяком случае, сейчас турки делают в Сирии то, что хотят они, а не то, что хотят американцы. Поэтому все зашло в тупик. И, конечно же, растет недовольство той ролью, которую Россия исполняет, играет в регионе. В регионе недовольство со стороны Соединенных Штатов. Потому что, хотя контроль со стороны США есть, но, так сказать, эта дубинка, она как бы сейчас не исполняет своего назначения. То есть она функционально несколько не годится. Не перестала работать, как такая правильная, хорошая дубинка. Поэтому там, возможно, растет напряжение и конфронтация, которая может окончиться взрывом и действительно переходом к силовым действиям между несколькими участниками. Там же еще есть и Китай, для которого эта территория важна как часть шелкового пути. Крайне важна. Кто будет гарантировать этот шелковый путь? Не Асад, совершенно точно. Не багдадский режим. А тут появляются, допустим, исламские политические радикалы, которые говорят, что халифат может гарантировать наличие и сохранность шелкового пути между Китаем и Европой. Именно халифат. При условии, что Китай поддержит легитимность халифата и даст ему крышу политическую и дипломатическую. И это тоже угроза для, в первую очередь, Соединенных Штатов. Но в России не понимают, что любая угроза Соединенным Штатам это плюс и это шанс для самой России. Что нужно вышибать Россию, нужно вышибать Соединенные Штаты с Ближнего Востока. А это могут сделать только сами мусульмане.